Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, очередное видео про заточку. Но, скорее всего, оно будет полезно и познавательно новичкам, которые только начинают постигать это ремесло заточки, и которые хотят прийти к Венёвским алмазам. Почему такая предыстория, расскажу. У меня есть три алмаза, которые рабочие. Это 100 на 80, 50 на 40 и на ОСБ-связке 20, 14, 7, 5 и есть еще один у меня 3, 2, 1, 0. Почему такая предыстория? Сейчас мы вернемся к этому алмазу 3, 2, 1, 0. Случайно каким-то образом, не знаю, я поцарапал алмаз 100 на 80, была такая явно выраженная царапка. Ну, раз уже царапка, значит, надо уже ровнять. Купил я порошок карбида кремния, 60-ый, выровнял. Так как у меня другого не было, я начал ровнять, начал ровнять 100 на 80, 50 на 40. Больше не подсыпал абразива, потом выровнял на этой же суспензии, которая раздробилась 20, 14, 7, 5. Вот, но пощупал, попробовал, ну, как бы, думаю, для 3, 2 и 1, 0 будет слишком, как бы, наверное, крупноватое зерно. Не стало, как говорится, все это делать. И вспомнил, что у меня есть мои старые алмазы, которые давно-давно уже у меня в работе. Это с 25-процентным наполнением. Думаю, раз уже, как говорится, пошла такая пьянка. Режь последний огурец. Я решил выровнять все эти алмазы. То есть, насыпал 60-го зерна на стекло, выровнял сначала 100 на 80, 50 на 40, потом у меня здесь 20, 14 двухсторонний, 20, 14, 7, 5. И уже после 7, 5 я уже перешел на 3, 2, 1, 0. То есть, на одном, вот как была суспензия, так и есть. Я больше порошок не добавлял, вот как его раздробил, алмаз 200 на 160. И я перешел вот на 3, 2, 1, 0. Я его уже попробовал в работе. И должен вам сказать, такой эффект, когда я затачивал, ну, уже режущая кромка, вы сами прекрасно понимаете, она острая. 3, 2. Сразу, когда я провел первый раз, какой-то с нее слетел порошок, и потом она начала работать просто. Я, ну, 3, 2, это ладно. Меня интересовал 1, 0. И вы знаете, 1, 0 на УСБ-связке после вот этих всех манипуляций начал работать. И он начал работать достаточно хорошо. И давать уже красивое, ровное зеркало и очень хорошую, приличную остроту. Но, чтобы, как говорится, еще раз закрепить пройденный материал, тут мне как раз подвезли один ножичек на заточку. И поэтому сейчас будем точить вот этими, вот этими 25% и финишировать на УСБ-связке. А ножик, вот такой вот, такой чехол. Вот такой. Вчера, когда я его пытался открыть, ну, мы все же по привычке держим, пальцы сжимаем, то есть держим крепко клинок и начинаем страгивать флиппер. И тут я понял, думаю, что мне так тяжело страгиваться, потому что вот этим пальцем, то есть на фрейм, когда я давлю, что-то у меня так пальцы расположились, давлю на фрейм, думаю, что он не флипух, думаю, может забился. То есть, если держать, надо опускать, то есть как-то так располагать средний палец, чтобы он на фрейм не заходил, был как-то вот здесь, потому что если вы давите, ну, держите вот обычно, как вот так вот, например, то есть надо не придавливать, а если где-то там что-то прижать, если вдруг мокрое рукояти, вам надо его открыть, чтобы он не выскочил, вы начинаете придавливать фрейм и начинает уже, уже начинает плохо страгиваться, так что вот такая вот особенность. Ну да ладно, про эти ножи уже все сказано, сталь на клинке D2, нож от мастерской, которого нельзя называть, сейчас его позиционирую в этом, в точилке и будем точить, будем точить на тот угол, который есть, но с 5% моими старичками и финишировать будем 1-0 и посмотрим, какой будет результат. Сейчас буду готовить технику и буду смотреть. Так, ну что ж, давайте заточим. Сейчас, пока. Так, точу 25 процентами, 25 карат. Кстати, особенно обращаясь к новичкам, которые, ну сразу, как говорится, купили 25 процентные, 25 процентов алмазов, ничего страшного нет, они работают, работают так же, как и стопроцентные, только дольше, то есть алмаз, он и у вас таки алмаз, только единственное, что по времени есть, и они работают гораздо более щадяще, то есть у вас меньше шансов запороть режущую кромку. Я им давным-давно уже работаю, они у меня уже лет 8, наверное, вот, и поэтому никаких проблем с ними нет. Так что можете даже по этому поводу не переживать. По этому поводу можете не переживать, 25 процентные алмазы тоже хорошо работают. Вот, пожалуйста, уже сформировался заусенец очень быстро. Ну, D2 на китайских ножах предсказуемо. Никаких с ней проблем нет. Хорошо набирает остроту. Это 100 на 80. Все так. Все, можно уже переходить. 50 на 40. Смысла нет. Дальше. Поехали с ним. По этому поводу зарабатываем. Дальше. Подписывайтесь. Поехали. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Сейчас чуть-чуть еще. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь уже начинает появляться зеркало. Когда я только начинал им работать, они были, как говорится, из коробки. Никаких манипуляций с ними не делали. 7.5 на USB-связке давало стойкое, устойчивое, красивое зеркало. Но при переходе на 3.2, кто-то там уже видел, наверное, на канале у меня когда-то, я уже рассказывал. То есть зеркало становилось мукным. То есть 3.2 работает совершенно гораздо грубее, что ли, нежели 7.5. Сейчас картина меняется, причем в лучшую сторону. Сейчас еще чуть-чуть пройдусь. Тоже работаю на сухую. Вот так, смотрите, видите, да? Так, ставим 1.0. Вот это меня сейчас интересует. Ну, я потом сниму нож, когда поднесу к камере, чтобы было видно. Спокойно, без нажима. Сейчас так пройдем. Зеркало, как было, такое осталось. То есть никаких особых нет. Ну что ж, сейчас выключаю, убираю точилку и покажу вам, что у нас там получилось по итогу. Так, ну что ж, закончены. Смотрите, как отработал. Тоненький зеркальный подводик, никаких нареканий на вот этот алмаз 3.2.1.0 нет. Но сколько это продлится, я не знаю. Но пока вот точу и стараюсь на тех железках, которые могут протачиваться до тонкого финиша. Буду стараться и буду использовать его. Ну, что касается, как говорится, новичков, которые еще пока стоят перед выбором. Брать 100% либо 25%. Работают они одинаково. Разница только в скорости. Эти чуть медленнее, 100% чуть быстрее. ОСБ-связка однозначно рекомендую. 20-14-75. Шикарный брусок для большинства сталей. Он сам, как говорится, в цвет. Что касается 3210. Но все равно, как бы, я его сейчас, как бы, начинаю использовать только. Он у меня лежал, как говорится, мертвым грузом. Сейчас я его буду, как говорится, дальше тестировать и смотреть, не пропадет ли эта способность хорошо работать. То есть, но новичкам, которые начинают только это, постигать все эти нюансы, я бы его не рекомендовал пока на первых порах приобретать. Потому что он у вас может быть невостребован. То есть, к нему, я так думаю, что какой-то нужен подход. Его либо чем-то вскрывать, либо как-то в этот. Ну, я его вот именно для работы прогнал на всей суспензии. То есть, от 100 на 80, потом 50 на 40, 20-14-75, 3-2 и 1-0. То есть, на одной из суспензий при выравнивании алмазов. Скорее всего, что ножевое заточное сообщество меня за такую крамолу подвергнет. Абстракизму. Вот. И я думаю, что многие это воспримут как какой-то вызов всему остальному, всем канонам. Но главный результат, как он добьется, какими способами, это уже, как говорится, это уже другая история. На этом все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok